привет зритель тут у меня горячий бульон из вообще на кости по большей части говядины моей новой кайфы кастрюли которую я тут покупала вроде как чтоб уж них не оставалось никаких долгов в этом году уходящим я решила обещанный суп сварить на камеру и поесть его заодно тот самый последний продукт от бионова который у меня был суп бионова суп с чечевицей кускусом и кино с высоким содержанием белка и пищевых волокон его можно найти на вайбереса можно купить на самом сайте бионова артикул я оставлю в инфобоксе на вайберес новый суп бионова дня снова подходит для диет высокобелковый низкожировой низкокалорийный и растительный то бишь диета 4 варианта диеты вот готовить 15 минут кстати этот вот этот вот концентрат можно использовать как суп а можно использовать как 2 но я решила как суп потому что суп у меня нет ну и я давно хотела сварить именно его как суп для супа или основного блюда без сои можно пост но у нас уже купить в общем его надо засыпать в кипящий бульон либо в воду сейчас засыпаем и потом я прочитаю состав в общем кипящую воду либо бульон в 2 или 2 200 ну в до кипения варить на среднем огне в течение 10 минут под крышкой добавить как по вкусу соль специи растительное масло способ приготовления гарнира или основного блюда еще есть но и состав у нас тут чечевица красная кускус пшеничный кинова белая овощная супа смесь сушеная лук репка морковь паптика красная укроп петрушка лук порей пастернак корень свекла сушеная дробленая лук жайный чеснок сушеный дробленый и перед черный молотый она уже подкипает сразу я убавлю глаз до среднего огня очень вкусно пахнет конечно это можно сделать что-то и сам самому самил самой самим но и если есть вот такой пакетик то почему бы не сэкономить все время но можно может сама как не попробую сделать в принципе у меня морковь есть правда красная паприка отсутствует скорее всего но но вообще есть красная паприка наверно на все таки может быть паприка и лук репка у меня есть укропа у меня морозилки с петрушкой лук порей вроде был вот корня пастернака нету к сожалению свекла тоже есть лук можно будет зажарить чеснок и черный перец тоже у меня есть вот кускус можно будет купить кино белая у меня тоже есть но чечевицы только нет так что если у вас все вот это есть наличие то вы можете сделать сами а если нет то можете купить одно продукт био нового дня снова такой суп как принципе сделала я я пока прервусь и уже включусь когда он сварится и покушаю словами его вот она у меня доварилась а да я потом покрыла крышкой сколько пара ничего так кажется что этот мне может даже что-то выкипало лишнего не будет ли на это он мечет очень густого вышла хоть водички что ли добавить я как-то не очень заметила время и немножко увлеклась читаю отзывы на рекламу думаю сейчас нужно чуть-чуть прокипятить потому что добавила все-таки воды очень густой у меня кастрюля на два 200 литра как раз ну тут два литра как раз и было я не знаю какой он должен быть там в первый раз вот такие с такой суп делаю вообще я буду люблю густые супы меня даже какой-нибудь там у ночи борщ или еще что-то выходит очень густым я иногда пытаюсь сделать что-то чтобы уж было меня пусто как как обычный суп на она была сразу покрыть крышечкой я что-то так увлеклась и покрыла я только с того как камеру выключила но уже меня стараюсь делать иногда пожиже футу вот такие растительные листья салата капуста еще какое-нибудь такое растительное ботва какая-нибудь там морковь или свеклы ну зато тут и первое второе то я что-то второе еще не приготовила собиралась сегодня пожарить кабачки с грибами мне вчера подогнали сыры ну как они наверное скорее всего вареные слегка в общем замороженные грибы да не скорее чуть-чуть подну про кипяченые грибы вот только забыла это слово когда вот обыдет собирали мы там все эти нос но в этом году она собирала я-то забирала отдельно мне там сыроежки в основе попадались и чисто на посолить и чуть доведешь до кипения эти грибы остудишь а потом морозилку вот скорее что такие были а может быть вареные но замороженные так вот мне вчера подогнали грибов и немножко соленых сейчас я наверно за ними схожу как супом этим поем и еще у меня там были размороженные вареные грибы боровики я хотела пожарить грибы вместе с кабачком но по большей части как потушить у меня сковорода есть с крышкой без дырочки и от удалил водички и маслица и она у меня так тушится на среднем огне просто попробовать как он горяченькая но действительно надо посолить открою крышку и эта вода то не выкипела начинает закипать скоро перемещусь в другую сторону вот я уже тут я вместо растительного добавила малюсенький кусочек буквально четверть чайной ложки сливочного на картинке по моему он тоже довольно густой кстати вот если как гарнир его использовать или для основного блюда 10-11 минут его надо тушить но тут так и написано готовить 15 минут по сути довести до кипения бульон и засыпать и варить 10 минут это где-то на то и выходит 15 минут я посолила но по-моему маловасто какие специи добавлять я не знаю потому что в принципе тут и укропа и петрушка и лук у меня есть сушеные грибы я подумала что может быть второй раз уже думаю что их измельчить и может было бы прикольно им не посыпать все очень вкусно у меня тут хлеб такой я открыла за себя магните у нас сегодня в другом магните было потому что забирала маленький заказик для кошки шарики маленькие на огонь и магните солнечном не разобрана репт вестьянский жаной солодовый кориандр что-то два около 26 рублей за вот такую большую булочку он между тут 380 грамм между черным и белым даже между черным и серым не знаю как наверно все-таки ближе к черному вкусно очень хлеб долго сохраняет свою свежесть я удивилась он действительно такой 26 рублей всего лишь когда первый раз покупала я думала рублей 60 год тут у меня немножко маслинок есть я покупала тут себе эти самые грибы лисичка это грибы из выдр да кстати этот костюм у меня был уже похожий но этот я не помню то ли тут назывался зеленый этот голубой то ли наоборот но у них буквально там совсем чуть-чуть разница в тоне едва заметная я тогда постирала кофточку и она и на ней повисло кошка и так получилось что кофточка поехала а штаны остались а и мне что-то так жалко стало думаю блин я ведь очень хотела именно такой костюм ждала пока он там по скидке станет ну давай без и пока он был по примерно той же цене что я покупала я взяла и заказала еще только что уже другого цвета потому что того не было ну и только я заказала он закончился полностью думаю ну и он так у меня почти год лежал я уж не помню когда я его покупала но у меня долго лежал в упаковке вот буквально несколько дней назад я его второй раз уже нацепляю чечевица напоминает горох слушайте такое интересное сочетание тут еще видно эти клювочки киноа и перчик вот куда тут специи тут же перчик очень вкусный суп на самом деле я тут отвлекаюсь вот небольшая как бы сказать работенка шабашечка очень вкусно я думаю что и на воде он бы просто тоже вкусно был как бы бульон вообще не чувствуется ну не сказать чтоб он супер жирный был я тогда варила такой кусок мяса ну там кость была три четверти на самом деле совсем чуть-чуть мяса и немножко жира в 5 литр ну на 5 200 5 литров 200 миллилитров кастрюля ну в общем у меня где-то 4,5 литра наверное воды было ну что-то говядина я сначала думала что ее надо будет разбавлять бульон но он вполне себе такой я попробовала ну видать уже хватило ему воды на разбавку я не согрелся перец немножко такой согревающий эффект я думаю специи были бы лишними уже но если только кто-то может любить супер острый ну из масла у меня просто сейчас масло тмина из черного немножко конопляного масла и немножко льняного я как-то иксея в супе не очень представляю хотя я вчера делала себе яиченку ну куриная у меня еще одно осталось куриное яичко домашние курочки немного было ветчины из костровского магазина ну и я решила немножко полить на сковородку обычно такая чугунная сковородка может даже алюминиевая я даже не знаю масло конопляного и вот яйцо на конопляном масле как бы яичница вот с этим вот с ветчиной по вкусу было очень похоже на нерафинированное оливковое масло ну не один в один но отдавала чем-то таким общим и говорят что на конопляном масле лучше делать салаты только я теперь понимаю из-за чего никто не говорит что это ну никто не говорит почему но по вкусу оно очень так смахивает на нерафинированное оливковое масло я раньше одно время покупала оливковое масло и при бабушке еще и потом какое-то время но видать меня потом пропустила резко как-то не тает а вот ценные оливки почему бы и нет ну с и маклина я зашла сегодня в магнице оставила 1714 рублей в основе на фрукты но купила себе какой-то ригет хлеб вот этот сыр плавленый он по скидке был вот этот переславль что ли где 8 треугольничков кусок сыра четвертеньку варит а остальное всякие фрукты у меня там есть не раз сама не покупала надеюсь он заелый в первую жизнь я вообще купила как бы у меня есть окружение которое может себе это позволить и меня при этом как бы не угощает я подумала разоносе может позволить почему я не могу себе раз год позволить даже не раз год в первую жизнь слеженький этот самый аланасик у меня там петахая которая потом с чаром попью просто решила попробовать порошок петахая мне понравился порошок петахая мне понравился петхут желтый свитим апельсин побольше хотя у меня там еще есть два апельсина три разных вида мандарина потом гранатку пива маленький хотя последний раз когда покупала и ела и плевалась я думаю как же неудобно его есть речи немножко взяла все острова то конечно не супер так но чувствуется этот перчик вот у меня еще осталось наверное на ужин пойдет надо убрать вот вооружившись ножичком я ее помыла тут у меня два вида чая один хошань хуанья и другой кстати от одной и той же фирмы внезапно аромати кофе simply и гуд что то там а другой связанный жасмин с красным клевером но я сначала хотела просто хошань добавить молоком то подумала что можно добавить туда немножко этого жасминового но никогда ее раньше не видела никогда ее раньше не ела выглядит она как и на картинке будто тут тут семена чая надо ворот вот чай есть у меня тут или надо встать за ней так что не обидцуй зритель если ты вдруг уже ел ты такая я ем ее как-то не так можешь просто мне в комментариях сказать об этом вкусно она похожа по хрустяшности семечек на киви только сладенькая но не притоная легкий такой сладковатый вкус плюс еще что то такое на что то еще похоже на что то еще похоже причем оно какое то но не сказать что десертное на какую то овощ на капустную кочерыжку только менее такая острая не знаю какая зата нютая но такое в общем как капустная кочерыжка капустная кочерыжка полностью в общем зрители если ты когда-либо ел капустную кочерыжку она между такой вот легкой сладостью и какой то такой невнятностью горькостью не горькостью и остростью и не остростью ну что то вот такое ну лучше один раз попробовать порошок то еще вкуснее был я еще видела на вайберис по 300 чем то за 100 грамм сушеную такую штуку я в прошлом году ее еще в Ашане видела в этом году видела когда была ну в смысле была в Ашане хотела подойти глянуть есть и купить но что тогда было не знаю она ведется ее эту шкурку купить ее на крепкое ну-ка я ее сфоткаю и потухаю так и это ну это и И ужасно людей в кереге. Ну, мякоть реально такая мягкая. Если влачь идти на молочные зубы, то эти семечки могут прилипать к деснам между зубами. И односторонний вкус, вот чем глубже к жопке, тем менее такой капустный вкус. Больше такой очень легкой сладости. В прошлом году я еще в Ашане видела маракуйю, но тоже не росла покупать. Да и что-то она стоила за одну штучку, как земля. Ну, короче, а как квартира в каком-нибудь там, в Нью-Йорке, блин. Потому что как землю обычно сравнивают по вкусу. Хотя вот качественный пыр считается, по-моему, должен быть как земля. Как носки, как орехи. Как шерсть. По поводу цены вот этого супа я не сказала, но я что-то забыла глянуть на вайберис, я уже не помню, по чем он был. И вот это тоже как-то там сколько-то вес за 100 грамм был, но я что-то забыла. Я чеку, как у меня куда-то я положила, она очень видна место, и он изоблокла. Я только сейчас подумала, что нужно было ее взвесить. Чисто так вот, сколько мне грамм этой одной. Там в магните только две было. То есть я купила, а там еще одна осталась. Местами даже легкая тисненька попадается. Драконий фрукт. Перед годом дракона. Вот что хочу сказать, я не очень понимаю, почему люди считают, что високосный год это дофига плохо. Я помню, 96-й год был високосный вроде как. Мне было 12 лет, мы с мамой съездили в Питер, она купила фотик. Короче, 96-й год был очень даже нормальный. А вот 97-й не очень, потому что мне из-за одной дуры, которой язык не поворачивается назвать врачом, детским окуристом, пришлось делать операцию по остановке зрения. Потому что с ее супервлечения у меня резко оно упало с минус 3-х где-то до минус 6-ти с половиной. Еще бы чуть-чуть и уже операцию по остановке зрения было бы делать поздно. Внезапно я этой фигней прониклась. Если вы это ели, не знаете, какой оно должно быть по вкусу. Скажите, пожалуйста, от камендах. Так, вот как я тут. Что-то она как-то так расширилась, что я не могу сообразить, как она была. Ну, в принципе, ладно. Я сейчас ее сфоткую вот так. Ну, блин, я уже дня четыре не заходила в час. Ну, только вчера так мере-то прошло. А полноценно его не читала. Мне еще один обзор остается в этом году. Моего ухуда на январь. Может, слышно, как пылесос у соседей шумел. Вообще, у меня есть еще рахат луку. Я, наверное, сейчас чаем и поплю. Тут такой капля такого бледно-розового сока. У меня тут еще есть помело. Немного наших яблок бананов. Высохший банан пара. Еще чуть-чуть и будут черными бананы. И еще... Мед соток. Который надо съесть. А то он ухайдакается. И, короче говоря, сейчас скажу чего. Кабачок желтый. Желтый. Вообще, белый. Что-то как-то подостыло. Получилось так, что я заварки от души налила этого хошаня. Но он какой-то... Вот у них первый хошань действительно хошань. Ну, вкусно. А этот какой-то, как обычный, зеленый чай. Он даже по виду, как зеленый чай. У меня такое ощущение, что они сначала продают что-то путное, а вот раз через раз бодяжат. Это вот такой вот лукум. 315 рублей за килограмм. Вот за такую упаковочку. Тут в составе сахар, крахмал кукурузный, сушеная слива, сушеный банан, сушеная дыня, клубника сушеная, яблоко сушеная, апельсин сушеный, киви сушеный, кокосовая стружка, регулятор кислотности, римонная кислота. Намекается, что они чего-то утаили, потому что, ну, вода, наверное, должна быть, потому как бы, как крахмал растворится в сахаре. Не знаю. Он, конечно, может раствориться. И, да, зачем там лимонная кислота, потому что сейчас так подсчитаю тут. А вы пробовали самое знаменитое восточное лакомство лукум с сухофруктовой? Кстати, я впервые пробую с сухофруктами, из-за этого, в принципе, купила. Там был выбор. Либо с орешком, либо еще какой-то. Точная фантазия нашла для вас лукум, приготовленный по классической рецептуре из натуральных продуктов, добавления настоящих сухофруктов, которые были обработаны и высушены по старинным рецептам народов из солнечных стран. Так вот, я нашла в сети, что с 18 века производят в Турции луком. До этого его типа не делали. Ну, я думаю, что лимонную кислоту в 18 веке, скорее всего, не знали. Может, был лимонный сок. Гонят они, короче. Потому, я думаю, что они что-то забыли в составе указать. Не, я не отрицаю того факта, что, возможно, в сети я нашла дезинформацию насчет того, что это в 18 веке какой-то повар турецкий сваял. Ну, что-то сваяли и раньше. Сукум. Тут обилие такой, кокосовой трюшки. Можно потом какое-нибудь печенье замутить. Я давно, кстати, не пекла печенье. Мне еще мамина подруга спрашивала, ты говоришь, «Печешь сейчас что-нибудь там печенье делать? А что ты сейчас обьешь?» Я говорю, я все буду как-то собирать. Вот сегодня в магните смотрела на одно печенье, потом думаю, блин, о чем мне тратиться? Может, наконец-то самое лучшее печенье испечь? Так вот, можно сделать какое-нибудь печенье и вот эту тую кучу кугородной стружкой взять на обсыпку. С яблоком вкусно. Слива мне почему-то напомнила вишню. Ну, что-то вишня была. Мне же разные сорти. Мало ли, производственный брак не в ту коробочку положили, не то. Плюс я думала, что оно по рядам, вот каждый ряд отдельный вот этот фрукт. Но оно как-то в равнобой. Киви. Киви тут всего лишь три штуки было. Но вкусно с киви. Ум. У-М. Я люблю брелико. кстати вообще впервые в чечевичный постный суп я попробовала у своей подружки которая в Иисуса Христа верующая в православие короче исповедует и на одно время для того как вышла замуж была все эти посты христианские православные ну и я так готовила из чечевицы всякие разные супчики я даже от неё по-моему про чечевицу-то узнала потому что мы как бы не покупали чечевицу вот здесь скорее всего сушеная слива либо сушеная клубника сейчас узнаем я её выкресла не пойму чё он считает что это клубника наверное была потому что не похож на сливу а из красного тут чё ещё морбик ну то как клубника надо с апельсином тоже прикольный а в принципе все вкусные артикул на него тоже оставлю вон по боксер мало ли кто захочет я не знаю если он на вайбрис я покупал на луне кстати я покажу календарь я тут поняла что у меня нет календаря на следующий год вряд ли мне кто-то подарит календарь я была на кусте забирала посылку отдельно по-другому распакую купила календарь за обучательный календарь 24 год кошки из-за ложки я даже не видела что там на порту виллу на розовом фоне кошку вот такой по два месяца на страничку и на следующий на через следующий год еще я хотела сначала обычный такой растенный купить этот был 59 за 34 с драконом ну что-то ничего путного не подошло но ему дракона план тут при собачьем на почте что-то он не пробивался я смотрю розовый думал не будут розовый с кошкой а потом еще в деревню купить календарь с этой стороны она мне как-то будет приглашаться на уровне с этой номинать чего так зритель я практически доживал если хочешь поддержать канал где-то будет область с наступающим тебя пусть не раздавить пока